Привет, дорогая! Меня зовут Даша. Такой же book-блогер, как и я, под ником Russian for Reading, что переводится в страсть к чтению. И, кстати, свой канал. Ссылочку я оставляю. Я попросила меня снять видео, посвящённое моим любимым книгам о Египте. Пусть оно получится немножко длинным, потому что библиотека, посвящённая Египте, у меня достаточно большая, и из неё что-то любимое было сложно. Ну, начнём. Начнём с литературных произведений. Несмотря на то, что у меня много литературных произведений, я выбрала только три. Один из них принадлежит Перу Обер Майера, называется «Храм фараона». Вот так вот выглядит у меня моя обложка. Это у меня издательство «Мир книги» 2007 года. Сюжет посвящён моему любимому фараону Рамзеса II, которого я очень уважаю. И, собственно, его дочери и любви его дочери к главному архитектору Рамзеса II. Очень хорошая книга, очень хороший роман. Я рекомендую. Далее из серии «Женщина-легенды», с которой я покажу потом ещё одну книгу. Вот такая вот книга «Царица Хадшипсуд», пера Лоиз МакГроу. Издательство «Эксморфресс» 1999 года. Эта книга, как понятно из названия, посвящена знаменитой царице фараону Хадшипсуд. Среди цариц Египта были многие, которые были у престола, но вот это единственное, которое объявило себя мужчиной и привязало наклонную бороду к своему царственному подбородку. То есть объявило себя официально мужчиной-фараоном. Вот так вот. Я бы не сказала, что роман близок к исторической действительности, но он ближе, чем... Он очень интересный именно как роман, и всё-таки в нём есть какие-то исторические верные события, указанные. Ну, в принципе, её можно считать сравнительно достоверным романом. Конечно, здесь есть предисловие, которое рассказывает нам о Египте, в общем, и о Царице Хадшипсуд в частности, а также о её любовной романтической интриге. С её главным архитектором. И вот эту книгу я уже показывала в своих книгах, прочитанная, кажется, за август. И я уже рассказывала. У нас пошла документальная литература, и, как это можно сказать, научная, популярная. Начать вот с такой книги мумии. Я её купила в тот период, когда в моём городе не было ничего, и у меня был интернет, но с ним были сложности, и я не могла заказать столковых книг, посвящённых Египте. Когда я поехала в Москву защищать диплом, то я, конечно же, в первую очередь я пошла на Арбат, в книжный шикарный там просто магазин, закупилась там кучей литературы. Я, как книголюбка, тут же там, я не знаю, я, наверное, весь день там провела. Я в третяковке меньше времени провела, чем в книжном. И в том числе я купила там вот такую книгу мумии. Издательство АСТ. То есть здесь информация, начиная от того, не странно, как ни странно, не с там, с рассказа о том, когда были первые мумии сделаны в Египте, а вот именно с того периода, когда начинается интерес к Египту уже у современников, то есть у людей там 19 века. И, должна сказать, что здесь очень богатые, шикарные иллюстрации, и это больше каталог иллюстраций, фотографий мумии с небольшими пояснениями к ним. Я бы так охарактеризовала эту книгу. Здесь действительно потрясающие фотографии, нечто с чем-то, и вообще отличная книжка, одна из моих любимых. Далее. Я только что показывала книгу Нефертити, пера Николь Видали, и у меня есть та же документальная книга, автор Филипп Ванденберг, она называется «Нефертити, царица Египта». Это у нас книжный клуб издательства. Город Харьков, 2006 год. Книга очень интересная. В литературе я не встречала пока более подробного отчета, как о городе Амарне, где и был. Да, я же не ошиблась. Да. О городе Амарне, где, собственно, и был найден город Ахетатон, столица эпохи правления Эхнатона и его царейцы, любимой жены Нефертити. Здесь ей не только информация об раскопках, о том, что осталось, что нашли, история археологических раскопков, история расследований. Здесь ещё есть и какие-то предположения. В некоторых вопросах я бы поспорила с автором этой книги, но вообще я восхищена создать вот такой подробный отчётник о том, как, что, где, когда, во сколько. Ахетика и любимица моя. Когда я её приобрела, через интернет, кстати, то я была настолько заинтригована и заинтересована, что меня от этой книги вообще было не оторвать. И я и так, в принципе, читаю любую, в любое свободное время рекламу по телевизору, во время любимого сериала, если только один сериал, не пугайся, я не сериала маньячка. Я не знаю, во время чистки зубов, во время еды, то есть в ванной я читаю, даже, конечно, святое вообще перед сном почитать, выходные только проснувшись. Но с этой книгой я зашла дальше. Я читала с ней на ходу, когда шла я на работу, и шла с работы, и при этом, слава Богу, ни разу я не упала. Вот, а что шикарная, конечно, книга, если ты интересуешься Египтом, если он тебе интересен, где, если тебе интересна 18-я династия, и тем более, если тебе интересна эпоха парения Ахнатона, то непременно, непременно, непременно изучи эту книгу. Далее. Вот такая книга. Египет. Автор Гарри Адес. Это у нас издательство Эксона. 2008 год. Вот эта книга, это достаточно подробная, интересная, написанная, достаточно легким языком. Есть люди, которые вообще просто не терпят научный язык. с какими-то таблицами, иллюстрацией. Я десятков не нашла. У меня был период, когда я пыталась написать энциклопедию по Египту. То есть, просто собрать все данные, которые у него есть. Я нахожусь, что в современных книгах они достаточно плохо структуированы. И, как бы, я в определенных книгах писала, допустим, клеила в клейку листочек и писала, допустим, фараон. То есть, это значит, что... И подчеркивала что-то, какие-то строки. Это значит, что эту информацию мне нужно отнести к главе, где я рассказывала о том, кто из них фараон. И просто, когда я начала читать эту книгу, я поймала себя на том, что я подчеркиваю просто всё. Вот. И я бросила это дело, гибла, потому что вот уже создана книга, где собрана и очень хорошо статуирована. Если не вся, то очень многое о Египте. Вот она.